11 августа завершился прием согласий на зачисление от абитуриентов, претендующих на бюджетные места, в конкурсную группу бакалаврията и специалитета на очные и очно-заочные формы обучения. О том, сколько документов подано и не только, в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете готовится к публикации основной приказ о зачислении на бюджетные места. Об этом рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Александр Бибик. Он также напомнил, что 11 августа завершился прием согласий на бюджетные места. И с 12 августа приемная комиссия приступила к проверке заявлений. В рамках нее будут выявлены двойные согласия, поданные абитуриентами в несколько вузов одновременно. Абитуриенты вправе отозвать согласие о зачислении. Если абитуриент нарушил правила приемной компании 2021 года и подал одновременно согласие два вуза, и таким образом отняв чье-то бюджетное место здесь либо там, будет прямая рекомендация к отчислению из всех учебных заведений о невключении в приказ 17 августа. Основной приказ о зачислении на очную бюджетную форму обучения на программу бакалавриата и специалитета будет опубликован 17 августа. Ряды студентов Казанского университета пополнят 3905 вчерашних абитуриентов. На внебюджетные направления до 21 августа мы принимаем заявление о согласии с линией, то есть те граждане, которые не прошли по общему конкурсу в бюджетные направления, имеют право подать согласие на внебюджет, соответственно заключить договор и быть рекомендованным к включению приказа 23 числа.